Добрый день всем! Мы находимся на российской киберспортивной студенческой лиге 2022 год на дворе. У нас проходит финал чемпионата России среди вузов по киберспорту. С нами сегодня представительница одной из дисциплин Dota 2 Анастасия Ася. Здравствуйте! Я запасной игрок команды ТГУ Индержавина по Dota 2. Как там твои играют? Все прекрасно, мои мальчики молодцы. То есть ты их вдохновитель сейчас в основном, да? Да, я стараюсь их направлять, поддерживать, напоминать им про обеды и так далее. Частенько дотеры забывают пообедать, да? К сожалению, да. Забывают про тайминги, разбирают, когда карты, либо играют, и поэтому им приходится напоминать. Ну давай немножечко назад во времени отберемся и вспомним вообще, как ты пришла в Dota. Почему Dota? Потому что, ну, существует некий стереотип, да, что девушкам не место в киберспорте, что девушки должны варить борщ, заниматься танцами, шить, вязать и так далее. А как ты попала в этот чудесный мир? Я, получается, вела соцсети нашего киберклуба и познакомилась с ребятами, так как была у них на турнирах, фотографировала их, писала про них, общалась. Потом наши дотеры прошли в 2020 году на чемпионат России по доте и заняли там четвертое место. И я так сильно прониклась игрой мальчиков, то, что я смотрела трансляцию, но я ничего не понимала. И мне так хотелось понимать, как-то, не тоже даже подсказывать, а просто понимать ситуацию, понимать, выиграют они или проигрывают, и вообще, что они делают, потому что, ну, для меня это были просто персонажи, которые бегают, и наверху подписаны ники ребят. Очень знакомая ситуация, кстати. Которую я с трудом выучила от ники, а тут еще столько персонажей, и они каждый раз меняются с картами, и я такая, блин, что делать? Потом я говорю, ребят, объясните, что происходит. Научите. Да, что происходит, научите. И ребята жались надо мной, посадили меня сначала в МИД. Получается, первый я раз играла на Медузе. Большой был стресс от объема информации, которая на тебя обрушилась, когда ты попала вот внутрь игры? Да, я очень переживала, и я очень долго не играла с другими ребятами. Я несколько недель играла просто с ботами, чтобы привыкнуть вообще к механике, привыкнуть к персонажу. И только потом зашла в турбо, и у меня прям, как сейчас помню, руки дрожали тупо, потому что я боялась, вот сейчас мне скажут, что я плохо играю, и команда начнет меня вгонять в еще больше тильт, и я все проиграю, и, короче, все будет плохо. Я очень долго привыкала к этому. То есть в первой игре с реальным человеком ручки прям тряслись, да? Конечно. Очень долго еще у меня такое было, но потом это все сошло, так сказать, я привыкла. Ну и тебе прям понравилось? То есть, ну, цель была, я так понимаю, изначально не залитнуть в доту, а просто разобраться в том, что происходит. И в итоге, я так понимаю, что все это переросло в глубокую любовь к этой игре. Да, действительно, дота меня очень зацепила своей вариативностью, потому что нет двух одинаковых карт, и быть такого не может. И мне нравится она так, как это сейчас считается современными шахматами. Там надо думать, очень быстро понимать ситуацию, что заставляет твои когнитивные навыки еще больше развиваться, да. Ну, слушай, сразу не могу не спросить. Токсичность дота-комьюнити и, в принципе, моба-игр комьюнити, она легендарна. Как хрупкой девушке удается выдержать пресс милого общения от тиммейтов в онлайне? Я просто понимаю то, что это дота. Ну, все, на этом просто мучаю ребят, если они себя ведут неадекватно, не вступаю в конфликты и играю в свое удовольствие. Твой любимый герой? Жакира. Почему? Я сейчас играю на пятерке и мне очень нравится, мне очень удобен этот персонаж. А твой нелюбимый герой? Сейчас надо... Тебе больше всего бесит в доте, да. Вот появление какого героя на карте сразу вызывает у тебя аллергическую реакцию? Это дазл с его вечными крестами, потому что он все руинит, и добиваешь саппортом этого корня, несчастного, он вешает крест, я такой, блин, все кнопки прожал, а не убил. Обидно. А можешь вспомнить какую-нибудь вот прям игру, которая до сих пор тебе вспоминается, которая произвела на тебя впечатление, какую-то личную победу, где ты затащила катку? Были такие игры? Да, была такая игра, но это был именно не турнир, это, получается, я познакомилась с ребятами с территории смыслов, и в этом году, получается, там была кибер-зона, где ребята-организаторы играли в доту, и меня позвали тоже вместе с собой, я играла из другого города, просто с ними в пати, и мы проигрываем. Ну, действительно, ребята только тоже пришли в доту, и мы проигрываем. Я тогда еще играю на ЦМке, это очень слабый персонаж, типичен для девушки, и у нас получается финальная драка около Рошана, в итоге я убиваю троих ультимейтом, все в шоке, я в шоке, все радуются, мы бежим в Ламэтрон, все, эта игра запомнился нам очень надолго, до сих пор ее вспоминаем. Реально ли в доте найти свою любовь и построить какую-то личную жизнь через киберспорт? Бывали, может быть, у твоих знакомых такие случаи, когда в команде поиграли, потом как-то понравились друг другу, начали общаться, потом завязались отношения? Именно в доте такого не помню, были в других играх, MMORPG, вот что-то наподобие того, да, ребята переезжали в другие города, создают семью, дети, все прекрасно, а так у меня у самой муж дотер. Звучит как приговор. Ну, зато вам обоим понятно, где вы залипаете до поздней ночи, да, и вопросов не возникает, что-то там опять в своей кнопке тыкаешь, да? То есть ты считаешь, что с киберспортсменом может ужиться только киберспортсмен? Нет, изначально, получается, когда мы начали встречаться, я была далека, меня больше, скажем, меня раздражала дота, я ее не понимала и терпеть не могла, но потом пересмотрела свой взгляд на эту игру, и мне она понравилась, полюбилась, и теперь вечерами мы можем вместо просмотра сериала пойдем в клуб, пойдем в клуб, поиграем. Не могу не задать вопрос от комьюнити одной древней игры, про которую ты, возможно, никогда не слышала, Warcraft 3, может быть, когда-то... Да, у Warcraft 3 есть особые счеты с дотой, дело в том, что дота, изначально, первая дота, которую придумал, кстати, знаешь, кто придумал доту? Ну, Габан вроде. Это потом, а был до этого еще Ice Frog такой, да, если я не ошибаюсь? Да, он придумал, значит, на основе карты Warcraft'а, он придумал, собственно, разработал вот эту самую карту для доты, и варкрафтеры до сих пор не могут сидеть прямо на стуле, когда слышат про доту, потому что, ну, считается, что дота отобрала у Warcraft'а популярность, и вообще это не игра, а просто карта тренировочная от Warcraft. Ты когда-нибудь Warcraft в целом играла, или это уже вообще другая эпоха? Нет, я не играла в Warcraft, в принципе, я играю только в доту. Ну, еще в Clash Royale могу поиграть, ну, так вот, чисто из компьютерных игр только дота. Почему не лол? Ты слышала уже про Лигу Легенд, да? Да, конечно, слышала, но как-то я заобщалась сначала с дотерами, а обычно люди, которые играют в лол, они считают то, что дота намного-намного хуже лола. И наоборот, скорее всего, да? Ну, наоборот, кстати, нет такого. Ребята такие, ну, да, прикольно играть, типа, все на этом. А вот со стороны моих знакомых, кто играет в лол, это все, дота это ни о чем, вот, Лига Легенд, это прям вот, да. То есть, оказывается, есть еще более токсичное комьюнити, чем дотерское, да? Это комьюнити Лиги Легенд. Ну, оно не то, что токсичное внутри, оно больше, как, не очень любит доту, дот-комьюнити. Я так понимаю, что главное отличие этих игр в том, что в доте можно добивать своих крипов, а в лоле нет. Все остальное, ну, плюс-минус принцип один и тот же. Лолеры же даже вашего Рошана стырили и назвали Нашором. Ну, на самом деле, я замечаю... Вообще не парились, да? Да, на самом деле, я замечаю людей, которые приходят с лола, потому что они пытаются уворачиваться от способностей. Если в лоле можно вернуться от способностей, в доте нельзя. Она будет тебя преследовать. Вот это вот единственная, мне кажется, ну, такая очевидная разница, чтобы понять, чувак недавно пришел с лола или все-таки он играет в доту давно. С лолер пытается там как-то еще уворачиваться. Снилась она когда-нибудь дота? Вот прям такой яркий сон, где что-то... Потому что, ну, я по себе знаю, когда чем-то очень долго занимаешься, долго и томительно, да, интенсивно, то через какое-то время начинаешь про это видеть сны. У тебя было такое? Да, пару раз было. После того, как мы пересидели в Кабинетон-клубе несколько дней подряд и прихожу домой, мне снится катка против Санкинга, и я такая, меня все кинули, и я стою одна против Санкинга, и его саппорта, я такая, ууу, блин, нет, пожалуйста, хватит. Кошмарный сон, короче, был. Неприятный, я бы сказала. Неприятная линия. Ну и напоследок, скажи, пожалуйста, почему в доту играть классно для тех, кто еще каким-то чудом не слышал об этой игре или не знает, или не пробовал. Почему нужно приходить в доту? Потому что это, опять же, вариативная игра. Там можно развивать свои мозги, в первую очередь, что достаточно круто. Она постоянно меняется, поэтому ты постоянно учишься. И также, на самом деле, в доте можно найти прекрасных людей, с которыми ты можешь дружить через города. Ну и напоследок, если можно, передать привет в communitygoodgame.ru, где выйдет это интервью. Вы бываете на этом сайте? Редко, да, бываю. Надо почаще. Да, хорошо. Тогда ваш ММР резко вырастет. Хорошо. Привет, goodgame. Спасибо большое. Спасибо.